Привет-привет! Всем, кто заглянул на мой канал, меня зовут Лена Боас, и сегодня у меня финальное видео по моему третьему сезону проекта из полки вон. Напомню, что уже третий год в ряд, весной у меня проходит совместный проект в инстаграм, бесплатный, в котором мы избавляемся от запасов бумаги. В этом году мы избавлялись от наборчиков 15 на 15, обязательно их было 4 этапа, 4 работы мы сделали, ну а в группе с мастер-классами у меня 5 работ. Сейчас все подробно посмотрим, обсудим весь совместный проект, обязательно пишите ваши впечатления, даже если они негативные, обязательно напишите, я учту на будущее какую-то критику, да, потому что надеюсь, что в следующем году будет четвертый сезон. А вы как хотите четвертый сезон в следующем году? Ну так что, продолжаем просмотр? Ну а прежде чем мы начнем смотреть работы и обсуждать финал, я расскажу вам про спонсоров нашего финала. В финале у нас от спонсоров еще 4 подарка, а также будут подарки от меня. После того, как покажем, посмотрим все работы, в конце видео я покажу, какие я буду подарочки дарить на финальный этап, финальный наш этап. Итак, в спонсорах в финале у меня магазин Fantasy, это производитель ножей и чипборда для скрапбукинга. Ножи просто фантастические, здесь у вас идет скриншот. Я обожаю ножи Fantasy, один из любимых моих производителей. Всегда качественные ножи, хорошо рубят, дизайны самые модные идут, самые удачные какие-то на пике, и они очень часто выходят. Каждый раз что-то новое, фантастическое, и ты каждый раз думаешь, хочу-хочу, и это действительно у меня все идет в работу. Вы часто, наверное, видите в Инстаграм, я участвую в галерее месяца у них, потому что, ну, часто пользуюсь их ножами. В Инстаграм, кстати, у них часто проходят какие-то конкурсы, совместные проекты, очень крутые дизайнеры у них вдохновляют нас замечательными работами. Помимо ножей, на сайте есть еще чипборд, очень крутого качества, он плотный, я его уже попробовала в работе, и дизайны часто перекликаются с ножами, можно подобрать прям идеальное сочетание для работы. Ну, а также сайт уже заполнен, и снова вернулись к нам на сайте WebFantasy. Это и инструменты, и бумага в наборах, и декор бумаги, и ткани, кожзам, фурнитура, все, что нужно для скрабукинга, есть на сайте WebFantasy и в достаточно доступных ценах. Магазин собирает быстро заказы, отправляет, все удачно, у меня только положительные отзывы об этом магазине, не раз я у них заказывала и еще не раз буду заказывать. Ссылку на сайт обязательно оставлю, спасибо магазин за то, что участвует в каждой части спонсоров у меня в совместном проекте. Следующий у нас спонсор, это магазин и производитель материалов для скрабукинга Muscari. Большой ассортимент коллекций у них на разные темы, есть и детские, и ботанические, есть и стимпанковские, просто мужские. То есть под любой вкус, под любой ваш стиль можно найти интересную коллекцию. Вышли сейчас очень интересные новиночки, мне тоже придут скоро, будет обзорчик. Как всегда есть у производителя и бумага, и вырезалки к ней, и есть фишки. Братцы часто есть к наборчикам, да. Помимо этого Muscari производит просто фантастической плотности чипборд. Он тоже часто перекликается с коллекцией, можно подобрать заготовки для альбомов, такие большие, интересные, разных форм, удачные, да. Там даже с пластиком, по-моему, есть. Круто все продумано на высшем уровне, качество бумаги я уже попробовала, делала и скраб-страничку, делала и мини-альбомчик. Мне это очень нравится, бумага и декор для... Поэтому ссылочку обязательно оставлю. Спасибо большое Muscari, они замечательные, у них крутые, проходят совместники в профиле, в их, в инстаграм. Там участие у них всегда бесплатное, призы просто замечательные, обязательно участвуйте, девочки придумывают интересные задания, которые прям пробуждают ваше вдохновение. Также на сайте у Muscari, помимо их товаров, можно и закупиться и сопутствующими материалами, такими как ткань, картон и что-то такого плана. Обязательно тоже ссылочку оставлю в описании, заходите. Еще один спонсор, который у нас уже был, это производитель чип-борда Woody Scrap, он у нас дарил два подарочка, один на первом этапе, и вот сейчас в финале будет 10 наборчиков чип-борда. Woody Scrap чип-борд с невероятным количеством тематик, просто там заблудишься от того, сколько всего хочется тебе купить у Woody Scrap. У них очень отличные цены, чип-борд всегда приходит беленький, в негативе, я просто обожаю использовать негатив от Woody Scrap. Собственно, вот тут на одном из альбомчиков он и использовал негатив от Woody Scrap, и, собственно, сам чип. Вот эти листочки просто фантастические, у них есть на сайте прям наборчики по 6 палеток с 50% скидкой всегда. И есть отдельные вот наборчики с этой небольшой, с 20% скидкой, очень выгодно, чип-борд расходится просто на ура. Всегда можно размеры выбрать, ну и новиночки там актуальные, можно в отдельной вкладке посмотреть. Я люблю их чип, уже опять закончился, надо снова заказать. Красота, вот видите, ну здесь всё сделал у меня этот чип-борд. Ну и четвёртый наш спонсор на финале, в финале. Это магазин Scrapogoliki с невероятным ассортиментом производителей иностранных в магазине. И закупок очень много, часто идут закупки интересные. Можно по чуть-чуть участвовать в каждой закупочке, копить крутую коробку материалов, потом получить и быть самым счастливым скрапером на свете, потому что действительно уникальные производители. Бумага просто невероятной плотности, вырезалки там очень красивые. Я сейчас сидела, прям у меня слюна текла на всю эту красоту. В наличии есть штампы интересные иностранные, ножи крутые и всякие материалы для микс-медиа, пудры, топпинги различные, эти спреи, которыми я ещё не попользовалась, но тем не менее, есть где разгуляться, магазин отправляет быстро, качественно и очень вежливый персонал. Ну вот, просто красота. Ссылочку также на магазин оставлю, тоже будет ещё один приз. Это будет уже второй от магазина Scrapogoliki. Ну а теперь давайте посмотрим работы. У меня здесь не все, видите, у меня 4 работы. Одну морскую, которая у нас была на третьем этапе, я уже продала, она уехала. Но я вставлю потом, когда она должна будет, видео с обзора этой работы, чтобы вы тоже посмотрели. Итак, что я вам буду сейчас показывать работы, которые у меня в закрытой группе с мастер-классами по исполке вон 3. Все уже МК там в группе есть, все материалы к ним есть, всё подписано, размеры, инструменты, всё, что понадобится, всё есть. Итак, первый у нас был альбом, это вот формата 20 на 20. Напомню, что у меня все работы из наборчиков 15 на 15. Вот, альбом 20 на 20, он в замше, немножко с тиснением, вот такая вот композиция на обложке, да. Здесь 4 разворотика у меня, и вот, по-моему, это самый удачный был дизайн в этом совместнике. Или просто он был то, что на первом рабочем этапе, потому что очень много кто-человек повторили его и на том этапе, и потом ещё в других этапах. Альбом также повторялся, кто-то делал по моему МК. Я, на самом деле, очень рада. Он достаточно вместительный, здесь у меня фотографии как 10 на 15, так и 7,5 на 10. Вот, использованы, вот так. Это наборчик у меня был от Pink Paisley. По-моему, Adventure, как-то называется, путешественник, в общем, вот такой. Интересные дизайны у меня получились. Хочу прям ещё что-то подобного плана сделать. Прямо тут именно та фишка, что у меня составные принты сделала весь альбом. Тут и декора практически не нужно, потому что весь акцент вот на самих страничках. Тут у меня вот различные тежики, тут и тут. А не на декоре, да. Поэтому, если у вас нет большого декора коллекции, у вас один наборчик 15 на 15, такой мастер-класс вам прям пригодится. Вот, надо что-то обязательно подобного плана, но с другими дизайнами ещё сделать. Тут ещё вот так. Очень вместительный. Я сейчас уже не помню, сколько здесь фотографий помещала. Здесь, кстати, карман ещё. Но достаточно много. Вот, детский, задорный. То есть, купив один наборчик 15 на 15, 24 листа вам его хватит на этот альбомчик. И можно сделать полноценный альбом 20 на 20. Видите, как у меня здесь использован. Вот такой тут и ещё вот тут тежик вот так открывается. Ну, всё тут. Для мальчика самое то, мне кажется, альбомчик. Такой у меня был первый мастер-класс. Вообще, все довольны. Пока ещё ни одного негативного комментария не было или с критикой какой-то. Потом, следующий этап у нас был морской. Здесь я постараюсь найти видео с обзором чеком быстрым. Он, к сожалению, или к счастью, у меня уже уехал к хозяйке и продался. Красивый получился альбом. Он формата 15 на 20 сантиметров. Но опять он из маленького набора бумаги. Там 4 разворота, различные открывашки. И там я уже всё-всё сосредоточила своё внимание именно на декоре. На каких-то ракушках, вырубке, топпингах. Что-то в этом плане. Мне очень понравилось, как получилось. Он тактильный, интересный, с настроением получился. Там уже я использовала ацетатные разделители. Разделители, которые тоже сама рисовала алкогольными чернилами. Этот урок есть в мастер-классе. И как прикреплять ацетатные разделители к страничке тоже. Там я всё подробно рассказываю. То есть, ещё полезные какие-то навыки, да. Также 4 разворота. Достаточно много фотографий. Ну, не знаю, мне альбом понравился. Наверное, он был самый лучший, потому что его первым самым мы купили. Эти ещё альбомчики у меня все в наличии. Так, следующий. Следующий у меня альбом. Это альбом формата 25 на 25. На самом деле, идея этого проекта с альбомом 15 на 15 как раз и пошла то, что я решила, что всё-таки буду делать такой совместник от этого альбома. Я захотела очень его сделать. Именно 25 на 25, но из маленького набора бумаги. Конечно, не всем легко дался этот этап. Не знаю, наверное, всё-таки что-то с мастер-классом. Может быть, потому что у меня он трудно пошёл, потому что у меня был немножко диссонанс. Я неправильно выбрал набор бумаги и к дизайну страничек. И поэтому мне было трудно работать. А так, сам мастер-класс, мне кажется, удачный. И расположение принтов. Тут именно акцент на то, что мы мелко разрезаем листочки и их комбинируем. Где-то использовали штампики, где-то немножко шфломастерами поработали, какими-то маркерами, да, на обложке. Вот такая двойная обложка. Это внутри замша, а это снаружи обтянуты, да, такой небольшой рельеф. Ну и композиция с кругами. Это этап у нас был, простые формы. Здесь у меня три разворота. И ушёл тоже один наборчик бумаги. Это пятница 13, 24 листочка. Даже, по-моему, ещё пару листочков осталось на самом деле. Вот такие здесь раскрывашки. Все фотографии 10 на 15 здесь тоже, да, удачно. Опять же, не замыкаемся мы только в миниках, если у вас маленькие наборчики, да. Раньше я тоже думала, ну, мини-набор и миник можно только сделать. Нет, вот вам и Максик. И прекрасно он смотрится интересно. Глаз прям есть за что зацепиться. Такой интересный проект получился. Вот так открывашки здесь. Здесь кармашек у меня идёт. Вот карточка, кстати, надо вставить карточки. Вот такие высечки здесь. Декор преимущественно плоский, поэтому здесь я не делала отстатных разделителей. Но мне нравится, как здесь сделан переплёт. Здесь всё в замше и странички. И здесь у меня вот зелёный замша ушёл один отрез 25 на 70. То есть тут не так и много, да, один всего отрезик. И обложка мне нравится, как сделано. Сейчас тоже обращу на неё внимание. Так, здесь у меня вверх и вниз открывашечки вот так. Здесь, видите, тоже немножко порисовала. Эти семи у меня дистресс маркеры вот такие. Раз уж купила, надо их использовать. Тут такой кармашек с тегами. Тоже открываем. Здесь рамочка такая. Сделала акцент именно на вот этот петчворкный разворотик. Так вот, здесь опять же показала, как лястик делать вот такой вот мягкий. Иж с кожзама. И обложечка, видите, у меня прошито всё вместе. Корешочек обложки мягкий, только из кожзама. Вот так смотрится каптальчик красиво. Ну, мне нравится, как по качеству он получился сделан. С замшей это очень тактильно смотрится. Интересно. Польский хлопок на обложке. Ну, в общем, результатом я готова. Результатом я довольна. Хотя трудно он мне давался из-за того, что... Ну, всё-таки эта коллекция требует много вырубки. Какого-то кружева, скорее всего, чего-то такого. А у меня получился тут американский стиль, да? Но зато необычная работа получилась. Следующий альбомчик был вот такой. Это альбом по последнему нашему рабочему этапу. То есть, это всё было по этапам. А вот это вот дополнительный мастер-класс, который тоже в группе. Вчера его выложила. Сейчас тоже его подробнее покажу. Вы его ещё не видели. Это альбом восьмигранник. Тут усечённые вот такие углы. Обложка сделана по принципу, как и предыдущий альбом. Да, это тоже мягкий корешочек из кожзама. Вот, и замши. Все обтянуты странички. Вот такая закрывашка на магнитике. У меня здесь так с обратной стороны смотрят. Тоже этот мастер-класс много кто повторил. Удачная форма. Легко делается и работает с ней легко. Ну, недавно вы его смотрели. Обзорчик был на канале. Здесь уже формат у нас 15 на 15. Ну, видите, я делала акцент на форму. Такую. И раскрывашки тоже, мне кажется, удачные. Очень вместительный альбом получился. Хотя развороты не сильно толстые. Здесь, по-моему, у меня 1 сантиметр для 1,1. Что-то такое. Ну, я здесь не делала объёмного декора. Поработала с брызгами, с кракелюрными вот этими лаками, акцентами. С чёрным. Вот видите, чуборд я этого диска открывала. Интересно смотрится. Вот, истратил остатки ленточек. Пошли у меня все здесь вот на эти тэжики. На каждом развороте разные ленточки. Как раз потому, что остаточки были. Вот, тиснение такое с цветочками интересное. Так, это у меня вот сюда открывается. Тут, кстати, уголочки я обычно сейчас не приклеиваю, чтобы было удобно фотографию вставлять в такие прорези. Вот так. Здесь тоже тэжики. Вот дополнительные уголочки я здесь приложила. Такой семейно-домашний немножко альбом получился. Но стильный, как мне кажется. Много здесь разворотов. 6 разворотов. У меня был наборчик из 30 листов. Вот он у меня ушёл. Ну, мне кажется, и 24-мя можно обойтись, если чуть-чуть больше использовать карт-сток вот такого с тиснением. А может и без тиснения цветного, например. Вот такой-то тоже кармашек с тэгами. Разными. Вот. Высечки у меня все ушли. Даже крупные. Я показала, как использовать крупные высечки удачно, чтобы они смотрелись и уходили, не валялись у вас. Тут всё ушло даже в мини-альбомчик. Вот. Такого формата получился. Это был у нас пятый этап рабочий. И последний, пятый мастер-класс в группе. Это по вот такому быстрому альбому. Идея блока мне пришла давно. Ну, а вот обложка. Вчера я поняла только, что хочу сделать такую обложку. Ничего, мне кажется, подобного не делала. Такой винтажный скраб получился. Как Лена Лобанова сказала. Шебби. Шебби кантри она сказала. Но что-то в этом стиле. Такой дух старого скраба, да. Когда мы только начинали. Ну, по крайней мере, я когда начинала 5-6 лет назад скрабить. Вот тогда такие были альбомчики в моде. Они в мягкой обложечке, с завязочками обязательно прошиты. С большим количеством вырубки, кружево, вот какого-то льна, льняные цветочки. У меня, кстати, тут тоже от спонсора. Это Мими Флаус. Вот пришли. Красивые вот эти вот фигурки тоже. Замечательные. Фотографии здесь вставляются. Это я для примера вставила. Это не просто. Это как скраб-страничка, да. Нет, это рамочка. Она рабочая. Можно вставлять фотографии. Надпись «Семья». Это тоже чеборд. Это Вуди Скраб. И вот такой еще цветок здесь. Ну и блок. Вот здесь такой. Он склеенный, с тиснением и вот с такими полосками, да. Бумаги у меня здесь ушло где-то 13 листочков. 15 на 15 еще половина набора осталось. У меня, кстати, альбом только вчера сделала. Надо его еще так подвигать. И еще основная фишка здесь у меня, что в качестве не нужны здесь у меня уголочки. Потому что я сделала кармашки, в которые можно вот так вставить горизонтальную фотографию 10 на 15. Конечно, для вертикальной, а ее здесь надо другого формата, альбомчик 15 на 21. Нужно ее делать в другом формате, и уже уголочки будут нужны. Но если у вас большое количество именно горизонтальных снимков, то их легко вот так вот будет вставить. Они будут держаться. Не нужен ни клей, не нужен ни уголочки, ни какие-то прорези там на плотере, что-то такое делать на шее для вырубки. Нет, вот просто вставляем. Удобно, быстро это делается, и, мне кажется, очень функционально. Особенно, если вы делаете на заказ или в подарок, да, или утилизируете, опять же, какие-то наборчики. Быстро так сделал, и заказчику, мне кажется, будет очень удобно так расположить фотографии. По сути, это как наш обычный вклеенный альбомчик, да, с чистыми страничками. О, кстати, у меня тут уже фотка стоит. Вот, с чистыми страничками. Ну, удобный вот такой вариант с кармашком для фотографий. И всю фотку видно, и не нужны никакие файлы. Нужно еще так подвигать немножко альбомчик. Только вчера он родился. Большое количество здесь кружева у меня красивого. Вот, большинство его здесь, это из магазина «Скраб горох» я покупала. Вот, такой последний мастер-класс в группе, из полки вон три. Напомню, что там пять мастер-классов по вот этим работам, и еще один по скраб-страничке из обрезков. Ну, это так, как бонус, маленький-маленький бонус. Больше мастер-классов в этой группе не будет. Она у меня закрыта, все, я уже больше там ничего туда не должна. Стоимость входа в группу до 8-го числа 650 рублей. После 8-го числа будет 1500 рублей, потому что мастер-классы действительно очень удачные, популярные. Отклик на них большой. Много человек и так уже в группу вступило и попробовала мои МК. Они рады. Подача у меня вся в видеоформате с голосовым сопровождением. То есть я сижу и вам рассказываю, но тем не менее видео не затянутое. Большие вот альбомчики были. Там по два урока где-то по часу, по часу полтора. Ну, то есть на один МК три часа, но это разделено пополам. А вот этот альбомчик и этот там по одному такому уроку. Да, вот это вообще, по-моему, за 50 минут урок, быстрый такой. Но там я, как сказала, все с голосом вам рассказываю подробно. Показываю все размеры, материалы прописаны. Все, что нам понадобится для этих мастер-классов. В принципе, и новичку можно тоже приобретать такую группу. Там будет все понятно. Ну, как мне кажется. Вот, сейчас пойду принесу сюда подарочки, которые буду дарить на финале. И тоже их посмотрим. Подарочки подъехали. От меня тоже будет 4 приза. Во-первых, вот такие вот ножнички одному участнику поедут. Это в такой красивой металлической упаковочке. 5 дюймов. У меня такие есть. Я просто их обожаю. Вырезаю ими все. Так, дальше у меня вот такие. Вот такой вот набор декора Тима Хольца. Здесь и чипборд, и надписи. И вот такой вот чипборд с надписями. А этот чипборд вот такой вот очень красивый. Мне очень хочется его оставить себе. У меня есть подобная коллекция. Но нет, я уже показывала его в призах. Поэтому одному победителю поедет вот такой приз. Дальше приз вот такой еще поедет одному. Это такие вот штемпельные подушечки Архивал Инка. От Дистресса они, да? Но таких популярных очень оттенков наборчик. И вот такой вот приз одному участнику поедет. Это папочка для теснения 3D. Вот. Ну, это надо, конечно, будет подгадать, у кого есть машинка для вырубки. Вот такой ножик. Хоть я его уже попробовала. Но девочки все мне написали, что... Ну, и попробовала. Зато можно подарить. Мне кажется, все равно. Но не понадобится. Победитель так выкинет. И подушечка Аксайд. Вот такая вот розовая, популярная, свежего цвета от Тимы Хольца. И вот такие ножнички. Это пятый подарок, который будет не финалисту, а одному самому активному участнику. Я говорила, что в этом проекте у меня очень много девочек, кто активно поддерживает других участников, комментирует работы всех. Вот. Их много таких участников. Мне это очень-очень радостно, что у вас идет отклик в профилях в Инстаграм. Что там греха таить. Статистика повышается. И это очень-очень здорово. Я решила наградить самого активного участника. Финалисты, кто дошел до финала, будут мне писать. Уже начали мне писать, кто у них в профиле был самый активный. Кто им больше всех комментировал. Я посчитаю голоса и одному из участников подарю вот такие вот ножнички. Единственное условие к этому победителю будет то, чтобы он сдал хотя бы две работы. Не обязательно дойти до финала. Но участник этот должен сдать хотя бы две работы в моем совместнике. Чтобы исключить левых людей. Вот, поэтому одни такие ножнички, это 6 дюймов, поедут такому молодцу, который всех поддерживал. Вот, получается, у меня 4 приза для финалистов. И один приз специальный для самого активного участника. Все. Напоминаю, что еще стоимость входа в группу 650 рублей. Потом будет полторы тысячи. Это очень много, я это понимаю. Но МК действительно очень интересный. Их 5 штук. И если разделить на 5, не такая уже большая цена. Да, 300 рублей за мастер-класс. А сейчас вообще, получается, дам по 100, по 100, чем-то рублей за МК. 650 рублей, если за вход в группу, да. Поэтому пишите. Ссылочки на меня есть в описании к видео. Пишите мне в директ Инстаграма, либо ВКонтакте. Из других стран тоже девочки у меня приобретают мастер-классы. Возможно, оплата через PayPal, Золотую Корону. Еще через что-то мы оплачивались. Ну, в общем, из любого варианта есть выход. И как получить доступ к мастер-классам. Все. На этом я заканчиваю свою серию видео к совместному проекту из полки Вон Тари. Надеюсь, вам проект понравился. Пишите впечатления. Я очень рада буду почитать их комментарии. Побольше вам времени на скраб. Не копите много материалов. Все соскрапливайте. И пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...